Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным управления Роспотребнадзора, в последние сутки госпитализировано 68 человек с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Это 7,5% от общего количества выявленных случаев. За сутки выявлен 901 случай. За сутки 24,4% новых случаев заболеваний зарегистрировано в городе Якутске. В районах Республики зарегистрировано 75,6% случаев. Сегодня мы говорим об определенного рода снижении заболеваний в Якутске достаточно стабильном. Тем не менее, в районах есть у нас случаи, когда появляются и коллективные заболевания. Это дает высокий уровень госпитализации в районах Республики. Говоря о госпитализациях в Республике, необходимо обратить внимание на то, что в стационарах получают помощь 7,7%, больных в амбулаторных условиях 92,3%. За сутки выздоровело 743 человека. Необходимо обратить внимание, что у многих из тех, кто находится сегодня в стационарах, достаточно тяжело протекает заболевание. В связи с этим необходимо четко понимать, что соблюдение санитарных норм вакцинации и определенного рода настороженность от новой коронавирусной инфекции должна присутствовать у граждан нашей Республики. Количество заболевших в 4,2 раза меньше пиковых значений начала февраля. Также отмечено снижение заболеваний среди детей и подростков в 3,1 раза. Число госпитализации пациентов за неделю у нас уменьшилось на 13%. Но еще раз акцентирую внимание, обращаю внимание, что госпитализация у нас реально достаточно тяжелая, и врачам достаточно сложно сегодня работать с особенно невакцинированными гражданами. В городе Якутске к плановой работе возвращаются поликлиники, возобновлены диспансеризация, профилактические медицинские осмотры. Оказывается, плановая медицинская помощь в стационарах, не перепрофилированных для приема с новой коронавирусной инфекцией. Необходимо обратить внимание, что по приказам Министерства спорта и Министерства культуры учреждения культуры и спорта начинают возвращаться к проведению мероприятий культуры с 50% наполнения зала спорта пока без зрителей, но соблюдение анкьюаркодирования при соответствующем проходе в зал. Вообще, в целом, необходимо обратить внимание, что вакцинацию у нас первым компонентом в республике прошло 592 686 человек. Ревакцинацию, количество лиц, от которой должны пройти ревакцинацию, 59,1%. Остаются низкими темпами вакцинации в Нюрнгринском, Мегино-Кангаласском, Маймеконском и в городе Якутске. Еще раз обращаю внимание на то, что лучше пройти вакцинацию и ревакцинацию сроки, установленные календарем прививок, чем переболев, получить последствия заболевания. Кроме того, это способствует устойчивому иммунитету. За сутки единым колл-центром республики продолжают обрабатываться входящие звонки. Их, конечно, значительно уменьшились, но до сих пор количество входящих звонков составляет на колл-центре 1756. То же количество операторов, 50 операторов, продолжают работать. Врачами дистанционного аудиоконсультирования проведено 299 аудиоконсультаций. В целом, что касается исследований, то в связи с тем, что на новую коронавирусную инфекцию теперь не тестируются контактные лица, но и большинство из них уже либо переболевшие, либо имеют вакцинацию, то у нас количество исследований за последние сутки состояло 1504 исследования, но необходимо обратить внимание, что количество исследований будет наращиваться. У нас на настоящий момент свободно уменьшаем коечный фонд, соответственно, пойдем и на уменьшение коечного фонда, в том числе и путем освобождения общежитий Северо-Восточного федерального университета. Сегодня, исходя из коечного фонда, 2362 койки, 30% находятся, соответственно, свободными. Волонтерами за сутки отработано 42 заявки, и за сутки задействовано было в работе в целом 14 волонтеров для работы по требованиям граждан.